Весна – время года, когда хочется любить, творить и свершать великие дела. Но, увы, не все радуются пробуждению природы, буйству красок и пению птиц. Кто-то становится раздражительным и погружается в сонное и подавленное состояние. В период карантина к весенним перепадам настроения добавляется паника, которая связана с распространением коронавируса. Психологи советуют абстрагироваться от ситуации и постараться не воспринимать всю информацию, которую публикуют в СМИ и социальных сетях на эту тему, всерьез. Это все жизнь, это все естественно, и трагедии из этого делать не нужно абсолютно никакой. И просто во многих государствах еще правительства люди уже возрастные, вот кто в правительстве. И они, конечно, в зоне риска, они побаиваются просто даже сами за себя, а в Италии так вообще. И поэтому вот паника, она пошла оттуда и потом по другим странам распространилась. На эмоциональное состояние также влияет зимнее истощение. В период холодов человек получает недостаточно солнечного света, а пища не особо богата витаминами. С приходом тепла организм подвергается стрессу, начинает экстренно приспосабливаться к новым условиям окружающей среды – повышению температуры, изменению давления и увеличению светового дня. Обычная вещь, которая происходит с людьми не только в весенний, но и в осенний период, это снижение, ну как сказать, изменение эмоционального фона, эмоциональная лоббильность, чувствительность к разного рода воздействиям и действительно обострение психических, психиатрических заболеваний. Ну это ежегодно так происходит всегда, то есть в этом ничего особенного нет, об этом знают многие специалисты, и мы с этим работаем. Ну это как бы норма нашей жизни. Иногда мы надумываем даже у себя болезни несуществующие. Поэтому если какое-то такое временное снижение настроения, не надо сразу пугаться, бежать к врачу, срочно какие-то меры подпринимать, отдохнуть, выспаться, действительно, витаминчики увеличив в пище, количество витаминов, и все наладится. Больше всего сезонной депрессивности и паники подвержены люди, которые часто попадали в психотравмирующие ситуации. Неблагополучное отношение в семье, нападки окружающих. По мнению психолога, чтобы справиться с подавленным состоянием, необходимо во всем искать позитив, больше общаться с семьей и заниматься творчеством. Не перегружать себя какими-то негативными эмоциями, переживаниями, а искать позитив и находить те занятия, творческие занятия, которые будут именно поддерживать, давать ресурсы. Почему? Потому что творчество и страх – это две несовместимые вещи. То есть если мы творим, мы не можем находиться в страхе. Если мы боимся, мы не можем творить. И творчество как раз очень нам помогает. И если мы посмотрим, допустим, на маленьких детей, они все время в игре, они в фантазиях, они в изучении окружающей действительности пребывают. И нам можно с них брать пример и точно так же к своему внутреннему ребенку обращаться, к своим детским ресурсам. Они у нас у всех есть. Страх и паника, эмоции, которые можно и нужно контролировать, они лишают людей возможности действовать спокойно и разумно. Соблюдайте правила гигиены, займитесь йогой или медитацией. Воспринимайте данные только из официальных источников информации. Тогда весенняя депрессия и истерия обойдут вас стороной. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.